В эфире рубрика «Родителям о детях» И сегодня мы будем с вами рисовать на воде Как такое возможно? А вот возможно! И мы вам не только это покажем, но и расскажем, как это происходит Давайте знакомимся с нашим экспертом Алла Никанова, преподаватель и художник Здравствуй! Здравствуйте! Что это за техника такая? Как это можно рисовать на воде? Техника действительно волшебная Пришла она к нам из Древнего Востока Сейчас это традиционно турецкое искусство Называется красивым названием Эбру Что означает облака Или есть еще такое женское имя тоже Эбру Заключается техника в том, что краски плавают на воде А потом они переносятся на бумагу То есть рисуем мы на воде А потом отпечатываем на листе бумаги то, что у нас получилось Ну, звучит по-прежнему волшебно и недоступно по-любому, кажется, ну как такое возможно? Ребят, вы уже рисовали на воде? Да Вот расскажите, пока ничего не делаем, как это происходит? Коль? Это очень красиво, это плавно А это просто? Нет Не просто? А в чем главная трудность тогда? Ну, там надо медленно водить инструментами А какие инструменты для этого используются? Гребешок, шило, краски, кисточки Вода специальная и ванночка Ну, тебе нравится рисовать на воде? Да А что тебе больше всего в этом нравится? В этом процессе? Это увлекательно? Да Арина, расскажи, а тебе нравится рисовать на воде? Да Это красиво, волшебно, выглядит потрясающе И мне очень нравится рисовать Ну, вот Коля сказал, что это довольно сложно А на твой взгляд, это просто или сложно? Есть моменты, когда будет сложно А терпения хватает? Хватает Хватает А, ну давайте вместе сейчас вот увидим, как это работает И вот эти вот замечательные слова, которые Коля сказал Инструменты, которые нам для этого нужны Может быть, с этого и начнем Какие инструменты нам нужны? Да, инструменты у нас это Разные толщины шила или штифты, как они называются Это краски специально приготовленные Это гребешки Они бывают разных размеров Бывают средние, бывают маленькие Или совсем такие вот большие Вот, это специально приготовленная вода И иногда нам также требуется специальная такая жидкость Сибычья желчь, чтобы корректировать краску Я хочу сразу уточнить То есть в домашних условиях я могу это повторить? Вот эти слова было Специальная вода, специальные краски Поэтому я сразу задумалась Это реально? Это реально, когда у вас есть уже приготовленный заранее набор Или комплект, где есть инструкция И где есть уже приготовленные краски Инструменты И руководство по тому, как с этим всем Но это какие-то специальные прям краски, которые можно купить? Или они как-то разводятся просто со специальной жидкостью? Они приготовляются, да То есть они требуют приготовления Даже если это краски на акриловой основе Они все равно должны быть приготовлены То есть человек должен знать, как это сделать? Да Понятно, не все так просто, как я думала Хорошо, так, и дальше И дальше, значит, мы можем начать уже попробовать рисовать Для того, чтобы рисовать Красочки вначале помешиваются кисточками Да, кисточки сделаны из стебля розы По традиции турецкой И с конским волосом Да, это вот такие профессиональные кисточки И дальше мои движения должны быть очень легкими И руки должны быть расслабленными То есть вот для детей это хороший навык Потому как учиться расслаблять ручки Да, то есть вот почему эта техника хорошо развивает моторику Но в более старшем возрасте, да Это потому, что ручки должны уметь расслабляться И вот сейчас я делаю картинку на морскую тему Да, я сделала воду, я сделала дно морское Фон мы делаем при помощи кисточек А потом уже приступаем к рисованию штифтами И вот вы видите, что краски между собой Они не смешиваются А образуют вот такие вот капли Капли капают рядом друг с другом И получается как мраморный узор Как будто бы поверхность какого-то камня Да, или это может быть напоминает кому-то небо Кому-то еще какие-то интересные фактуры Но это действительно удивительно И деткам очень нравится наблюдать за этим Что можно начинать рисовать на воде Вы знаете, вообще ребенок индивидуально Вот сам может уже начать где-то с шести-семи лет Но иногда бывает, что детям раньше хочется То есть они приходят с родителями Они это видят И они начинают стремиться к этому сами И бывает, что и пятилетние дети Тоже вполне могут ручками набрасывать краски То есть держать руки в расслабленном таком вот Ну вот в отличие от традиционного рисования Если вот мы поставили перед Колей или Ариной Вот как у нас было, да, прозрачную воду Они, их будут, их надо как-то учить рисовать Вот как говорят, ну как тень там, чтобы падал Или еще что-то Или здесь абсолютно вот их дело Как, что, какие краски с какими перемешивать Какие использовать Насколько это вот волей их фантазии Вы знаете, здесь другие законы Не такие, как в традиционном рисовании Потому что здесь изначально есть пятно И пятно сразу цветное То есть здесь нету контурного рисунка Конечно, мы можем рисовать какие-то определенные вещи Мы сейчас это покажем Так, мы можем, ребята, действовать? Сейчас я вначале сделаю фон Да Это еще только фон, я думаю, уже картина практически готова И тогда уже мы начнем делать Вот смотрите, мы провели гребешком И у нас получились замечательные такие вот перышки И вот эти перышки, они похожи на воду А теперь мы уже можем начать рисовать И детки могут тоже взять штифты, палочки Какой-то цвет, который хочется И нарисовать морские звезды То есть, конечно, конкретно объекты какие-то мы учимся рисовать Но большая часть это фантазия ребенка И эта техника, она как раз помогает развить фантазию Помогает развить воображение И получаются совершенно такие вещи Которые нельзя нарисовать просто карандашом Или красками, гуашью, да, на листе Потому что, вот вы видите, сейчас мы начинаем ставить, растить пятнышки И вот у деток могут быть какие-то объекты Это морские звезды А у меня это будет медуза И это все получается из вот этих вот пятнышек То есть, это не рисуется контур А делается и сразу А сколько по времени занимает создание одной картины? Время может очень быть разным и отличаться Потому что, когда мы следуем какую-то цель Нарисовать цветок или нарисовать рыбку То мы, конечно, рисуем дольше Вначале происходит демонстрация Они смотрят, какие движения нужно сделать, чтобы нарисовать этот объект А потом пробуют это повторить А если это задание на развитие фантазии Или творческих каких-то вещей, более таких связанных с воображением То там это может быть совершенно быстро И иногда быстро получаются Очень красивые работы Ну вот вы сказали, можно нарисовать рыбку Я сейчас смотрю, наблюдаю за процессом И думаю, как это возможно? Потому что оно все растекается Вот мы только капаем, и оно уже растекается Как это? Как рыбка может получиться? Сейчас у нас пока вы видите пятнышки Но потом мы будем водить палочками в определенном порядке И у нас получатся уже какие-то интересные объекты Мы погружаем палочку внутрь и мы проводим У нас получаются лапки медузы, например Да, точно Вот, а дальше я эту медузку придам ей форму И вот она уже будет у нас похожа на настоящую Это реально все равно похоже на волшебство Вот, конечно, эти рисунки, они еще очень непосредственны Почему это близко к детскому творчеству? Потому что рисунки получаются непосредственными То есть цвета яркие, открытые И чистые краски, чистый цвет доставляет радость Поэтому ведь им нравится смотреть на это Им нравится делать такие работы, где есть открытые цвета Ну а какая еще польза от этой техники? Помимо того, что, конечно же, развивается фантазия И, судя по всему, если это такой процесс медленный Значит, это какая-то медитация, успокоение Что еще мы можем к этому добавить? Это еще координация движений Да, то есть дети учатся ставить капельку на поверхность воды Не погружая палочку в глубь Да, то есть они обращают внимание на то, как они двигаются На то, насколько глубоко их рука погружается Будь здорова Спасибо И это тоже привлекает внимание ребенка к тому, как он двигается Плюс это развивает созерцание Да, то есть очень важно Сейчас очень много информации в мире И дети достаточно устают от этого мира И вот рисование в технике Эбру Это способ, как они могут погрузиться в созерцание спокойных плавающих красок Ну да, это действительно здорово И этому можно учиться Этому можно учиться Потому что традиционно есть стили и есть разные техники Как наносить краску Разные движения Разные сочетания цветов Формы, букеты Птицы Морские обитатели Да, то есть темы разнообразные достаточно Пейзаж Вот одна из моих любых тем Как художник это пейзаж на воде А вот интересно, как художник Одно дело это дети, да Которые там за час не могут какую-то картину действительно уже сделать А как художник Как долго тогда художник будет рисовать на воде, чтобы получился законченный результат? Это может быть несколько часов Да Но действительно нюанс этой работы заключается в том, что художник должен сделать это за определенный период времени То есть он не может отложить на завтра свою работу Он может отойти от холста и потом вернуться Он может, конечно, отойти, но он должен вернуться и доделать Ну что ж, еще есть определенное волшебство, которое уже было тут сказано Но мы еще этого не видели Что этот рисунок, который находится на воде Может оказаться на листе бумаги Давайте покажем, как это происходит Да, тогда сейчас я немножечко дополню, может быть, еще несколько капелек Для того, чтобы наша композиция Вы тоже, ребята, можете мне помочь, да Чтобы наша картина уже была полная, да, и закончена Нам не хватает несколько штришков И тогда мы уже будем класть лист бумаги И смотреть, что же у нас там получится Лист бумаги волшебный или простой картон? Лист бумаги, конечно же, тоже подбирается Да, поэтому он должен иметь хорошую впитывающую способность И в то же время быть достаточно плотным Ну что ж, можем это продемонстрировать? Да, сейчас мы можем это продемонстрировать Тогда мы положим лист За уголочки И когда лист начнет у нас немножко скручиваться, мы его придержим И ребята тоже мне могут в этом помочь Да, надо погладить наш лист Чтобы краска лучше впиталась Нам нужно подождать И детям тоже нравится поводить немножечко по бумаге Да, тогда они, опять же, это тактильное ощущение Оно достаточно тонкое, да Но вот как лист плавает на поверхности, да И вот иногда они нажимают, эта вода затекает Но это тоже эксперимент для ребенка Потому что они учатся через это ощущать свои движения Так, теперь мы поводили И, может быть, мы немножечко его подцепим И поднимем, покажем всем, что же у нас получилось Ребятам тоже, наверное, интересно Да, всем интересно А вот такая яркость у нас красивая получилась Ого И главное, что в воде этого рисунка не осталось Это реально как будто волшебство В воде остаются иногда какие-то капельки, следы Но основная часть красок и цвета, яркость остается на бумаге Как это красиво И дальше это все надо оставить, чтобы было высохло? Да, мы это кладем Оно у нас будет сохнуть Как долго это сохнет? Если это теплое время суток, то это может быть несколько часов Два часа, да, допустим, три часа А если это уже прохладное время года, то тогда лучше на ночь Так, я всегда рекомендую, что на ночь надо оставить, чтобы оно подсохло хорошо А такие картины уже выставляются, как в рамках выставок? Да, конечно То есть это все уже настолько далеко зашло Я смотрю и не верю Благодаря студии Эбру Рига у нас Эбру становится все более популярным А вот самый популярный возраст среди детей, это какой? Я думаю, что это начальная школа Больше всего, да, такой интерес Ребят, расскажите, что вы видите на этом рисунке? Коль, что тебе тут видится? Давай Морская звезда, медуза Камушки разноцветные, пузырики разноцветные Что ты назвал эту картину? Ну, такое название Может, Арина может? Может, Арина, да Волшебное море Волшебное море Ты согласен или же свой вариант? Согласен Волшебное море Мне кажется, что у нас вообще получился волшебный выпуск рубрики Алла, большое спасибо Это... Вот я видела это все своими глазами Но, тем не менее, я по-прежнему верю в то, что это какое-то волшебство Ребят, спасибо вам творческих успехов Я надеюсь, что когда-нибудь у вас, может, даже выставка будет вот таких вот работ Я приду, обещаю Спасибо, что смотрели Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!